всем заглянувшим на мой канал привет вы на канале стейс и стичи меня зовут анастасия и сегодня мы с вами наконец-то вместе по вышиваем процесс мой огромный процесс тигры от joy sunday это то же самое что и от дома в принципе и ответим на теги мне кажется тысячу лет я не отвечала уже на теги больше месяца точно уже пора и сегодняшний тег я вот нашла такой интересный который называется вышивальная интрижка автор тега вышивальный уют ссылку на канал вышивальный уют вы найдете в описании к этому видео вопросы к этому видео вы тоже найдете в описании итак поехали вопрос номер один по каким параметрам вы выбираете картину которую будете отшивать кстати как обычно когда я читаю первый вопрос я поняла что не дала свои комментарии заголовку видео вышивальная интрижка это очень классный кстати такой вот такое определение потому что действительно это выглядит именно так как мы говорим вышивальный роман наш валентрижка потому что мы вышиваем один процесс потом берем второй тайком его вышиваем например кому-то в подарок или чтобы просто не было видно тысячу процессов и поэтому мне кажется и вышиваем мечами и днями и это очень похоже на вот это вот название мне кажется уже очень удачная как обычно вопросы я не читаю заранее но меня привлекло название поэтому давайте отвечать на вопросы пока я болтал уже забыла первый вопрос по каким параметрам вы выбираете картину которую будете отшивать это очень сложный вопрос потому что так как таковых параметров знаете там например я сижу так сейчас я найду картину 27 сантиметров на 32 с половиной да там на 20 цветов и так задаю себе такие фильтры все поехали ищем нет это не так или там все я только там вышиваю такими-то такими-то материалами но это уже ближе к теме материалы важны все же для меня но если я вижу какой-то классный набор или картину или дизайн то будьте уверены что меня уже ничего не остановит потому что мне он понравился если по мне понравился сюжет очень сильно я даже буду шить пм камень и в кирова я буду покупать схему страдая там через там тысячу конвертаций проходить я буду искать ее покупать как ну вы понимаете в общем что будет происходить поэтому я никогда не знаю что мне понравится я захожу когда вот например мне там не спится или у меня особо на минутка или вот так нечего делать и я вот это редко но бывает я захожу в пинтерест или там на instagram страничку и просто скролли просто ленту и я никогда не знаю это как русская рулетка что заставит меня влюбиться в себя и заставит ли знаете это уже происходит все реже и реже она многие говорят что вкусы меняются но может быть но честно я вам скажу просматривая все свои купленные все все подаренные купленные особенно наборы которые куплены давно потому что первый набор и я покупал это самый самый виш самый самое желаемое было и поэтому я вам не могу сказать что что-то мне надоело я уже хочу отдать даже и самого примитивного даже из техники вышивки лентами а все равно все это хочу сделать ну конечно может быть это этого не будет этот я не смогу это сделать там по какой-то причине или там не успею или передумаю или еще что-то но вот я вам передаю свои эмоции я хочу делать все то что у меня есть вот такие эмоции неизвестно что будет дальше дань и будет ли возможность покупать наборы там да в разные писательства есть но у меня они уже есть я уже рада что они есть вот поэтому вот вернемся к вопросу я не знаю что это бывает бывает это пейзажи я влюбляюсь пейзажи бывает я влюбляюсь на терморты бывают в наборы бывают авторские схемы бывают какие-то супер современные какие-то лоси одеты в пиджаки это очень разные вещи и я никогда не знаю наверняка вот вот так но примерный стиль свой вы уже кто смотрит мой канал я думаю я думаю вы уже мой примерный стиль знаете все же стиль то есть какой-то вот так номер два пугает ли вас большое количество цветов в схеме не буду лукавить и бить себя пяткой в грудь я скажу что да пугает пугает еще и как пугает даже если эта схема тем более наверное если эта схема 5 на 5 сантиметров мне пугает большое количество потому что однажды тыковку и кота-кота в тыковке я вышивала там буквально 5 на 5 я вышивала его очень долго целый месяц в обеденный перерыв вышивала его котика потому что там блендов намешано цветов очень много вышивала еще и на конве в общем вы понимаете о чем я говорю да меня пугает большое количество цветов это так на данный момент это так я неопытно может быть наверное так и есть и молода еще для большого количества цветов можно расценить это так но меня это пугает если больше пятидесяти пяти ну давайте так ладно будем честны больше ста цветов меня как-то это пугает вот пятьдесят сто вот пятьдесят сто это такое еще количество которое меня уже будет может быть чуть-чуть напрягать до 50 вообще окей окей но если там куча блендов но это да будет меня тормозить еще потому же вот интересно кто-то еще сказал что его пугает большое количество цветов я просто исходя из своей такой небольшой семилетней практике скажу вам что люди людям свойственно храбриться но я стараюсь быть откровенной да я не такой не такой вышивальный профессионал чтобы говорить что я запросто сейчас возьму 500 цветов ну нет и не осилю это тем более 500 цветов заставляет задуматься не про год ли это вот номер три какое самое большое количество крестиков вы отшивали за один день я думаю около двух тысяч крестиков это было просто рекордное количество я даже думаю что это было в этот локдаун весной я вышивала я заболела и активно вышивала рушник вот чтобы не впадать ни в какую депрессию в депрессию я не впала я впала в некий транс найти когда вышивальный транс когда ничего не надо я только работала как робот отработаю саджусь вышивать от вышиваю ложусь спать встаю опять вышиваю работаю и вот так вот день это дня никто не верил что я вышью рушник я сама в это не верила но я его закончила даже на пять дней раньше пасхи оформила и да у меня он был но честно скажу вам такие цели ставить я вот не буду зарекаться что это был последний раз но вот но был у меня рушник до класс нова у но я думаю что я это делал не потому что поставила себе цель сколько я себе целей поставила вышивальных в частности и не исполнила их много и скажу вам знаете что случилось ничего не случилось это мое хобби и нужно спокойнее ко всему относиться вот я люблю праздник новый год но я настолько уставшая потому что я начинаю суетиться что-то там пытаться успеть кажется что там что-то такое наступит а просто наступает 1 января до ничего особенного а мы так суетились мы так спешили что-то закончить зачем это надо ну такое в общем надо спокойнее ко всему относиться я это поняла на практике поняла и в этот новый год много суеты и пасху много суеты в общем надо спокойнее я надеюсь что в эти праздники которые будут впереди я не допущу этой ошибки но посмотрим посмотрим номер четыре если у вас появилась возможность сколько вы проведете за вышивкой времени возможности вообще если честно человек сам себе хозяин и в принципе если надо возможность появится в любой момент да можно там все все планы отложить сидеть в грязной квартире там и прочее прочее вышивать но уже так не пойдет я уже так не хочу у меня все же вышивка не стоит на первом месте перед например важными делами такими как уборка там или приготовление пищи и там если нужно вот я не скажу что я там такой человек там с 20 века который готовит с утра до ночи ну нет но если продукты есть в холодильнике ну грех не приготовить согласитесь там если неделю уже не убрано то нужно убирать да то есть и сидеть в пылище чихать это не не вариант то есть сначала я там убираю сначала я работаю сначала а потом уже вышиваю как бонус поэтому вот это вот вышивка меня и подгоняет вы знаете как есть лень двигатель прогресса у меня вышивка двигатель прогресса я все быстрее заканчиваю и сажусь за вышивку или за инструмент вот бывает это очень поздно происходит к счастью или к сожалению наверно к сожалению все же да и делала я такой эксперимент посвящала я вышивки с утра до вечера вот ну как то не то что я не смогу сказать что она приедается но все же вот это ощущение когда ты завершаешь все дела и ты такой одна одна извилина знаете где-то вот вышивки витает всегда это приятное ощущение и нету места никакого негатива тут уже нету поэтому в принципе я думаю что все же делал время по тихий час я уже говорила и сегодня слушала свое видео мне было интересно там кое-что надо было услышать моем видео что не буду говорить в видео после того как рушник я сделала но опять же что не буду говорить мне интересно было свои эмоции я была не в восторге от того что вышивала очень много то есть все равно в жизни должно человека быть все представьте например вы там жизни будете только спать да не есть не пить там сколько вы продержитесь до или в жизни только отдыхать но все равно же хочется или все только дома все наш хочется на улицу выйти до как то так надо все равно все совмещать и в жизни все должно быть сбалансировано все же вышивка это хобби можно уделить час-два-три в день хоть и пять если можете но больше не думаю что больше надо вот оптимально для меня мне кажется три дня ой два-три часа первой половине дня и и два-три часа в вечернее время это когда день свободный такой выходной или что-то подобное когда все дела уже сделаны это оптимальный вариант или у меня когда неполная загруженность на работе тоже оптимальный вариант если же нет то два-три часа в день тоже это очень-очень хорошо если не отвлекаться ни на что это просто супер но только каждый день вот вышивальные запои плохи тем что вроде ты продвинулся но как-то рывками когда за дня в день по чуть-чуть это намного намного лучше и ощущение лучше и состояние лучше и результат соответственно тоже лучше но мы работаем не результат мы не на результат мы работаем ради процесса не для того чтобы повесить на стенку не для того чтобы кого-то удивлять как многие думают а вот ради вот этих вот вот этих вот маленьких побед тут я увидел листик тут я смог это тут я смог сделать выкладную нить тут у меня получился наконец-то натянуть работу на рамку самостоятельно вот эти вот вещи которые дают рост какой-то как рукодельницы как человека и просто и просто какой-то прогресс виден себя самого это вот очень важно номер пять максимальное количество цветов которые вам попадалось вышивки а я вам скажу не более 60 это так я с запасом говорю потому что всегда паковского органайзера мне хватало помню как вышивала готовила к вышивке дименшиновский not in light там было 50 цветов ровно где-то вот так вот и еще парочку 54 может было там 4 бленда еще было этом их потом сама компоновала вот очень удобно получилось еще смотрю у меня все готово к багровому волшебнику который меня тоже говорят шей шей я буду шить его обязательно буду это же я смотрю сейчас у меня перед глазами пока мне просто хочется его шить и во первых это подарок близкого человека мне хочется и его шить и очень близкого и пока уже заряжена этот процесс и хочется пока уже попользовать просто безумно хочется опаснее распака пользовалась ребят два года назад нас и на смешно да но пора уже вернуться к пока хватит уже дубка перебиваться как думаете в общем пора вернуться вот не больше то есть вот я считаю что 50 60 цветов это оптимально ну даст а хорошо два пока можно купить это нормально с головой ну 200 но тоже но 4 пока купить но в принципе это уже что-то большая картина у меня вон на тиграх знаете сколько цветов 43 цвета а картина метровая но посмотрим что выйдет посмотрим вот вы вышиваете со мной смотрите что выходит вот я не знаю что выходит мы увидим в скором времени я хочу двигать тигра больше и следующий год будет посвящен им это не значит что ничего больше не буду вышивать но я хочу их продвинуть я не говорю закончить это нереально наверное хотя если я увижу свой результат может меня это как-то меня это как-то подстегнет посмотрим я ничего не загадываю тем мне и нравится мир вышивки рукоделие творчество в целом не только рукоделие тем что я не могу чего предсказать я просто захожу каждый раз в этот мир и не знаю как и какой я выйду из него и какие мысли я вынесу сегодня каждый вечер что-то новое этим мне нравится кажется знаете вот это только такие люди вот мне кажется что вышивка это зеркало души вот многие делятся со мной эмоциями говорят такая динамичная такого хобби я согласна то есть это хобби которая просто тебя как наркотик вовлекает и ты просто уже не в этом мире находишься в другом и все там такое интересное происходит очень динамичная ты весь такой вау класс то есть это не скучно если кто-то думать что это просто стежки вложить то слева направо то справа налево закрывать то это не так кто-то человек который по сути не пробовал никогда и не влюблялся в картины вот номер 6 какие для вас самые нужные ненужные аксессуары магнитики маячки и так далее вышивки это тяжелый вопрос так как ненужные аксессуары для меня это редкое понятие я вообще обожаю аксессуары мне кажется что вот это такой вид релакса знаете обставиться аксессуарами и постоянно их трогать ну ими пользоваться естественно но сейчас пришло ко мне на ум мне пришла на ум мысль но это такая мысль не очень негативная все же а больше ну сейчас услышите в общем нужные аксессуары это ножницы и игла не знаю это даже наверное нет сара инструменты что еще можно сказать бобины нужные аксессуары нужный аксессуар это маркер для дисков да я покупаю марки для дисков чтобы подписывать бобины очень красиво аккуратно выходит и так я понимаю с пластика можно вытереть спиртом но я еще не пробовала вот нужны аксессуары это магнитики я обожаю магниты во всех их проявлениях кстати знаете если делают прививку говорят что магнит магнитится я всем шучу что у меня много магнитов красиво можно ходить но это не о том сейчас видео понятно это так юмор вот что еще из полезного полезного пока органайзеры не только по вот видите пока как полезный два года уже не пользуюсь но очень хочу я его зарядила на волшебника значит волшебника надо и вышивать ну вот хочу его взять тоже буду вышивать что еще он полезного полезно вот все полезное не знаю игольницы всякие вот эта подставка мне подруга подарила очень полезно подставка моя которая купила тоже полезно шкатулки все это надо из бесполезного из бесполезного если честно это наматыватель бобина dmc не понимаю его смысл либо у меня был сломан либо что в принципе так же как ты крутишь эту ручку наматыватель а ты так же маршруку его наматывать принципе разница вообще не вижу еще слышала что кто-то тоже говорит такого же мнения как и я ну может нитка меньше путается ну да сейчас я где-то визуализирую этот процесс себе да где-то так ну не более того ну не пугайтесь и сейчас я может скажу такую вещь ашараш ашалелу я люблю эти вещи но мне кажется пины тоже не очень полезные аксессуары вышивки потому что ну что и мешать что ли но я их очень люблю очень полюбила пины но я считаю что они не так полезны в принципе только для фото там или так немножко поиграть и сам себе потыкать как в девятнадцатом веке но повоображать себе что-то вот напёрстки вот я смотрю на них они просто великолепны но этот знаете такая вот вещь как коллекционный момент здесь я очень люблю пины а напёрстки люблю еще больше коллекционировать но как инструмент давайте так говорить они не сильно нужны вот у меня есть один для вышивки именно я им пользуюсь когда много вышиваю или когда иглу не такую подберу правильную но сейчас уже иглу у меня хороший напёрсток нужен все реже и реже и уже палец просто тут уже этот палец наверное задубил но напёрстком я пользовалась как-то когда вышивала много я уже забыла когда вышивала запоем хотелось бы как-то выше сделать какой-то марафон но пока так не хочу тоже такого делать ничего хочу чтоб все было на лайтах как говорится на лайтах не получится просто много работы много всяких дел давайте дальше вот очень интересно ваше мнение по поводу аксессуаров послушать если у вас есть идеи то пожалуйста их напишите кстати я думала что ненужный аксессуар будет вот такая вот мусорничка от волшебной страны но она классный вообще супер я им пользуюсь и когда его нет под рукой я прям страдаю страдаю я очень люблю собирать обрезки ниток вот такая странность увидела у кого-то на канале все уже повторяю он тоже мне надо такое номер 7 нравится ли вам зашивать большие участки вышивки одним цветом под настроение бывает супер нравится я ухожу прям ухожу туда и вышиваю с удовольствием если интересный фильм интересное кино какой-то рассказ разговор да супер вышиваю прямо знаете как делаю прям 10 игл если большой-большой такой участок заправляю и вышиваю если еще надо еще заправляю и шью подряд и быстро она как правило идет и супер но люблю а бывает не люблю вот но скажем чаще всего мне это нравится потому что какой-то интересный фильм включаешь заряжаешь сразу 10 игл и все отлично кстати в тиграх у меня вот именно так я и происходит я заряжаю себе 10 игл и с удовольствием шью но бывает разными цветами справедливости ради скажу что бывают цвета эти разные номер восемь как вы относитесь к одиночкам я сейчас пытаюсь вспомнить где я встречала одиночки дам все равно мне на одиночке бывает я сама автор этих одиночек забываю там крестик там крестик приходится самому создавать сама создаю себе эти одиночки но знаете нормально нейтрально не самое страшное не люблю я этот дробный бэк бэк стич не люблю вот это ужас посреди с одиночками готова одиночки терпеть вот если их немного тем более если их все найти все зашить принципе нормально но дробный бэк стич или крест этот половинчатый это то я не люблю номер девять как вы относитесь к разным видам фирмам ниток в одной вышивке я сейчас автор такого проекта опять горе от ума как в предыдущем вопросе растеряла я свои пмк мини кирова от журавлей и пришлось докупать димси ну вот так не знаю нормально получается вроде бы посмотрим в итоге что выйдет конечно этот проект у меня очень долгий надо его заканчивать побыстрее вот сейчас у меня идея fix скорее его закончить хотя там пушить еще но работать там скажем есть там работа будем будем работать есть на чем работать вот в принципе я отношусь положительно если тем более того просят ключ да например как виспера rainbow было и dmc почему нет тоже разные фирмы но классно смотрится если того требует производитель класс если в принципе бывают схемы разные разные очень схемы разные ситуации то есть если конечно там вас монолиза например и вы лицо пол лица вышили шерстью пол лица димси то это извините да то есть а если там какие-то цветочки или того требует вы или вы этого требует схема либо вы искусственно создаете какой-то эффект например там шерстяной там что-то 3d такое да почему нет можно если все смотрится гармонично и вам нравится то все это имеет место быть номер десять если вам захочется дорогой набор а денег нет что вы будете делать интересный вопрос ну копить наверное буду да но если честно у меня как-то вот знаете если у меня нет денег на что-то то я его особо и не хочу вот так вот у меня получается а потом как-то вот хотя были ситуации до раньше особенно лет пять назад мне хотелось ну даже недорогое а денег всего не было но продолжала хотеть хотеть не вредно как говорят в принципе можно копить я вот я бы я бы я вот я бы наверное накопила вот откладывала там каждый день или каждую неделю денежку и в итоге накопила бы но я так понимаю когда составлялся вопрос номер десять речь шла бы ст или чем-то таком подобным о большом чем-то дорогом или о мандалах каких-то можно по частям собирать если это мандала какая-то или зарубежная вот я например и ловенский квакер очень хотела вот я по чуть-чуть его и собрала в принципе жду сейчас нитки немножко приоткрыла занавес дорогой процесс для меня вот может кто-то я знаю что многие вышиваю для них это ерунда но для меня как-то дороговат получился процесс ничего посмотрим что выйдет надеюсь из ткани угадаю потому что pictures и ждать долго поэтому я на свой страх и заказала у девочки авторский авторскую покраску канвы не канвы а равномерки будем смотреть что это этого выйдет то есть если это какая-то мандала авторская схема можно по частям покупать то есть каждый месяц там по материалам по пять штучек заказывается так вы накопите если это ст это просто откладывать деньги на ст так другого варианта нет но такой интересный вопрос если вам захочется что вы будете делать ну кредит брать нет конечно наверное это не сильно разумно под ст брать кредит хотя опять же ситуации разные бывают почему нет если хочется да если человек там например может позволить выплачивать по частям но он хочет уже наслаждаться ну почему нет но для меня это неприемлемо например я бы не взяла например вот если я отвечаю на вопрос я вот ответила бы так лучше откладывать так как вышивка это все же не стоматолог поэтому номер 11 сколько стоит ваш самый дорогой набор самый дорогой набор это наверное хэллоуинский квакер получился у меня мне так кажется а может и нет да я думаю он у меня нету таких супер дорогих вещей кстати многие с укором смотрят на меня что мне много да у меня много наборов я люблю все наборы я люблю коллекцию свою нос но таких супер дорогих по 500 долларов метких нет и по 200 долларов нет нет меня такие все знаете самые дорогие 1500 1700 гривен стоит вот но если всех сложить сумма получится конечно большая ну что делать вот такая у меня коллекция такого хобби у меня в общем самый дорогой наверное около давайте так округлим где-то 2000 будет вот не знаю дорого это нет сейчас это уже недорого считается ну вот пока так то я вы знаете я сейчас подумала так вот мысли ты как он не пришла хорошо что я их все купила потому что цены сейчас долларом сейчас будет происходить неизвестно что так что действительно будем шить из запасов как-то скакнул доллар как-то я помню что вот как раз когда я увлеклась плотную вышивка еще я не купила ничего доллар скакнул просто до безумия наборы стоили по 300 гривен это было вау много а потом стали по 800 и конечно мы такие опа и ничего не смогли купить ну вот а когда нет ни 300 не 800 то это вообще ладно не будем о печальном давайте номер 12 если у вас в дорогом наборе схеме при отшиве будут попадаться непонятные цвета или бленды ваши действия но и действия паника начнется у меня потом я буду советоваться с подругами потом ну как правило на втором этапе все разрешается но хорошо допустим не разрешилось если я шью по ключу то я конечно же свяжусь с дизайнером все равно кто это будет я связывалась и с этой из dimension сам и связывалась из авторск авторской с девочкой которая автор схем как-то не помню ее зовут вот на делает мандалы тоже списывалась я именно с ней короче писать я не не стесняюсь но конечно я пишу не просто так как а погода да я пишу по каким-то конкретным вопросам но я бы написала я думаю но я и я честно говоря не скажу вам что в дорогом наборе может быть там очень маленькая вероятность что что там пойдет не так как правило все там компонуется уже на автомате вручную или нет не вручную там все на высшем уровне мне кажется хотя вот classic дизайн но это недорогой набор относительно но у меня там есть некоторые вопросы вернее у моих подписчиков есть вопросы к этому набору я уже буду шить и будем уже разбираться что там не так с удовольствием ответила я на тег спасибо большое кто был со мной все это время попил чаю кофе всем хорошего дня пишите комментарии ставьте лайки мне всегда интересно и приятно когда вы реагируете на мои видео спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал кто еще не успел подписаться ставьте колокольчик чтобы не пропустить новинки так как скором времени будет кое-что интересное всем пока